Приветствую вас. С позиции психологии вам нужно работать над своей самооценкой и над самодостаточностью для того, чтобы парень вас не бросал. И чтобы он не мог без вас существовать. В позиции психологии нужно, чтобы вы понимали какой он мужчина и понимая какой он мужчина давали ему с вами почувствовать себя таковым. Давали ему с вами ощутить себя таким. И только вот тогда, в позиции психологии, у вас появится реально шанс, чтобы этот парень вас не бросал. С другой стороны, очень важно понять, хотя бы для себя, зачем вам, чтобы парень вас не бросал. То есть слабо представляется, что вы, ну например, любите его. Слабо представляется, что вы нацелены именно на него, если хотите, чтобы он в любом случае, да, был с вами. То есть в некотором смысле слабо представляется, что вами движет именно любовь. Но если вами движет не любовь, если вами движет потребность, то в таком случае можно и нужно говорить об определении потребности вашей. То есть что она из себя представляет, это потребность. Почему вы пытаетесь реализовать ее через мужчину? Какая это потребность? Понимаете ли вы, что, ну вот, таким образом, таким способом, да, вы не сможете, значит, мужчину к себе привязать именно по той простой причине, да, что он будет чувствовать, чувствовать, что заинтересованы вы не в нем, заинтересованы вы в себе. Что нуждаетесь вы в том, чтобы он был рядом с вами. Хотите вы, чтобы он был рядом с вами для себя. Не для него, для себя. Он нужен вам для себя. Понимаете? И в этом контексте можно говорить о том, что это отношение не совсем искреннее, не совсем, я бы сказал, здоровые, может быть, не совсем адекватные. И не совсем равноправные, опять же, с точки зрения психологии. То есть, я не знаю, может быть, вы хотите, чтобы вам приворот сделали, но тогда это нужно обращаться не в раздел психологии, а в раздел нашей эзотерики, там вам как бы сделают то, что вы хотите, то, что необходимо, по вашему мнению. То есть, с точки зрения психологии, вам необходимо работать над собой и над самооценкой и самодостаточностью. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать их в личку, буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего доброго и удачи. Спасибо.